Приветствую вас! В своём ответе я буду исходить из того, что у вас с физическим здоровьем всё хорошо. И буду я исходить только из того, что вы написали с точки зрения психологии. Итак, первый вопрос. У вас интимная жизнь началась после свадьбы. А вот, если интимная жизнь начинается после свадьбы, то сейчас, по крайней мере, в современном мире, что бы это ни значило, как бы к этому ни относились, но в современном мире это скорее отклонение, чем норма. И я полагаю, что этот момент, как минимум, стоит разобраться. То есть, по какой причине у вас интимные отношения начались только после свадьбы? То есть, вы, может быть, как-то, какие-то ограничения вносили в этот аспект. Ну, я имею ввиду, в аспект отношений своих. То есть, был какой-то вот запрет на интим до брака. Или, может быть, ещё какие-то элементы были. То есть, откуда эти ограничения? Ведь сами вы, сами вы, я более чем уверен, что, ну, хотели бы, хотели бы заниматься сексом и до брака. Вот. Но не занимались. И вот, на мой взгляд, нужно именно понять этот аспект. То есть, предположим, просто предположим, что вы оба верующие или что вы оба классических взглядов, да, таких традиционных классических взглядов. Вот. И до, соответственно, брака не приемлете, не приемлете никакого секса. Вот. Ну, это, в принципе, ничего страшного, да, если это так. Ну, только, только вот как раз нужно понимать, да, что приводит это по итогу вот к таким последствиям, да, к таким негативным моментам. Вот. И, или приводит, или может привести. То есть, тут, опять же, тут, в принципе, не важно. А, не имеет, как бы, смысла, не имеет значения. Но, в любом случае, так или иначе, если какой-то элемент был, значит, ну, принуждение к тому, чтобы... ...тому, чтобы... ...в обязательном порядке... ...занимать секс только после... ...свадьбы. ...то вот с этим моментом, мне кажется, нужно... ...нужно... ...разобраться. Это первое. Второе. Значит... ...второе, на что я обратил... ...внимание, это на то, что... ...ваш... ...муж... ...вот... ...по вашим словам... ...пока... ...значит... ...ну, пока возбуждает вас, да... ...можно... ...сказать так... ...значит... ...эм... ...у него вот самого... ...теряется... ...эм... ...ну... ...возбуждение. Вот. Момент здесь очень интересный... ...это... ...потому что... ...как мне кажется, он... ...обращает... ...эм... ...не совсем правильный подход... ...к... ...эм... ...ну... ...например, к сексу, да, или... ...к интиму... ...эм... ...между вами... ...в целом. Я сейчас... ...эм... ...попробую пояснить... ...эм... ...что именно я имею в виду. А... ...действительно, если... ...мужчина сперва... ...эм... ...возбуждён... ...а... ...потом... ...как бы... ...начинает ласкать лас... ...эм... ...эм... ...то... ...эм... 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 ...начит... ...эм... 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 ...скорее всего, возбуждение пропадёт. Вот. Я думаю, что... ...эм... ...это, ну... ...в общем, в целом... ...мормально. ...эм... ...но... ...ведь... ...совершенно... ...не обязательно... ...эм... ...эм... ...чтобы... ...чтобе... ...всперва... ...был... ...возбуждён... ...имен... ...он. ...ведь можно же... ...вполне сделать... ...так, чтобы... Он, например, не был выпущен, а были выпущены вы. И это бы, на мой взгляд, могло бы решить проблему. Вот. Ну, хотя бы, хотя бы, на каком-то уровне, да, хотя бы, на каком-то этапе это могло бы решить проблему. Но вы об этом ничего не говорите. А тема эта интересна. Откуда вот именно такая очередность? Из-за чего именно такая очередность? Ну, собственно, собственно, вашего сексуального поведения двоих. Ну, вашего общего сексуального поведения. Это интересно. Интересно. Интересно именно для исследований. Ну и, собственно говоря, собственно говоря, в этом и кроется весь аспект. То есть, вашему мужчине, если нравится вас ласкать, все будет хорошо. Если он не будет вас ждет, все будет тоже неплохо поначалу. Ну, а дальше, опять же, дальше, по идее, вам, самой, тоже должно быть приятно его, значит, как бы ласкать. Вот, ну, если этого не происходит, то уже вопрос скорее к вам. Да? То есть, вот, вопрос, собственно, того, а почему так? То есть, почему вам, например, неприятно его искать? Почему от этого вы не возбуждаетесь, да, допустим? Вот. А так, в принципе, что касается полутора часа, то для женщины это не так уж и много есть случаев, когда еще дольше женщина будет на ответ нормально. Мне кажется, что вы вот вообще изначально в себе как-то не уверены. Оба были. Вот. Ну, то есть, в план того, что не у него, не у вас, а до встречи с вами не было интимного парня. Вот. Если это так, то, опять же, многие вещи могли бы здесь проясниться, на мой взгляд, потому что... В каком случае было бы понятно причина вашего такого вот стесненного поведения? Вот. Стесненного достаточно, я бы даже сказал, пассивного, может быть, поведения. Вот. Ну, а если вы не уверены в себе, то с этим я, с этим я надеюсь, что делать понятно, да. То есть тут, тут, тут нужно работать над собой. Тут, тут как бы, как бы вариантов не особо много. Вот. И последний момент, это момент такой, что вы по факту не задаете никакого вопроса. Вот. То есть вы просто говорите, что ну да, вот вы расстраиваетесь, из-за того, что не можете своего мужа удовлетворить. Вот вы расстраиваетесь, это понятно. А вопрос то в чем? Знаете, вопрос то какой? А вопроса нет. То есть нет вопроса. И, соответственно, раз нет вопроса, то и работать нам, по факту, по факту нечем. Вот. То есть если вы, например, допустим, спросили бы, что мне сделать, как мне изменить себя, да. То есть, например, чтобы либо возбуждаться быстрее, например. Ну или быстрее, или больше, или как-нибудь еще. Вот. Это одно. Соответственно, если вы спросили как мужу, аээээ... не комплектовать, например. Это другое. Вот. Что есть, аэээ... здесь все зависит от запросов. Очень многое зависит от допросов, на самом деле. Может быть, у вас есть какой-то запрет на секс? То есть, ну, вы можете считать, что секс это что-то такое непозволительное, грязное и так далее. Что, ну, что от счастья, что от счастья подтверждается вот тем, что вы до брака его не имели. Вот. То есть, все это может быть взаимосвязано. Ага, значит, еще может быть вариант, что мужчины просто не чувствуют вас, не чувствуют вашего сексуального, так сказать, ну, сексуального поведения, не находят ваши точки, которые, которые, ну, возбуждали бы вас. Вот. Это, в принципе, точь-в-точь, тоже вполне вариант. Возможно. Вот. Но для этого вам нужно скорее просто изучать друг друга, не торопиться. Вот. И так далее. Исследовать поведение как вашего, так и его секса. То есть, понимаете, одна из основных проблем, часто встречающихся у людей, а в том, что они пытаются удовлетворить своего партнера, а не себя. То есть, себя, себя эти люди удовлетворить не хотят, ну, или не пытаются, не стремятся удовлетворить себя. А вот партнеры пытаются удовлетворить. Вот. И это поражает сложности, потому что никто в итоге удовольствие не получает. Поэтому в качестве рекомендации пока, если я вот вас не знаю, да, и с вами я не работаю, вот, в качестве рекомендации могу подложить это. Что старайтесь, эээ, больше, больше внимания всё-таки именно себе уделять. Что старайтесь вы получать удовольствие. Вы старайтесь сделать так, чтобы вам было хорошо. Не, эээ, другом, знаете, а вам. Если каждый из вас будет делать то, что хочется ему, то, что нравится ему, то, что вот прям, вот, доставляет наслаждение. Да? Что-го, я полагаю, что проблем не будет. Или будет, но гораздо меньше. Вот. Это, конечно, при условии, если у вас, эээ, действительно нет проблем. Вот. Потому что, ну, всё-таки, может быть, обратиться к врачу, эээ, например, к гинекологу всё же стоит. Ну, просто для профилактики возможных проблем, болезни и так далее. Вот. То есть, если я всё делаю именно в том, что у вас нет смазки. Кстати говоря, смазку можно использовать, эээ, и мужчина, да, то есть есть специальный смазк, чтобы вам не было боль. Ну, вот. Вам можно пользоваться смазкой. Тут тоже проблем никаких, никаких с этим нет. Опять же, опять же, знаете, нет допроса. Нет допроса. Чего вы хотите? Если есть проблема именно в том, что вы не можете начать, эээ, секс, не можете начать заниматься сексом. Вот. Что? Проблема решается так. Если проблема в том, что вам нужны ласки, вы хотите ласку. Вот вы говорите про люди, у меня может длиться полтора часа. Ну, и что? Ну, пусть. Вот. Это другой момент. То есть, вот, ну, понимаете, вот непонятно с чего вы хотите. Вот вы пока по этим разродненным кусочкам, кусочкам информации пройдите, да, подобрите, что вам интересно больше всё-таки сам, эээ, самой, да. Вот. К мужу тоже, вот, эээ, если мужу дадите послушать запись, то хотел бы сказать мужу, что, эээ, вы... как вообще вам нравится, эээ, свою женщину ласкаешь. ээээ... ээээ... если нравится, то вы, эээ, будете возбуждаться от того, что вы ласкаете, вы будете возбуждаться от того, что... она возбуждается. и... по сути проблем никаких не будет. Другое дело, что при Лидии облотрачиваться, у вас, Оксана, может быть связана с тем, что вы испытываете какое-то напряжение, не можете расслабиться. Кхм... Это уже другой момент. Но это вопрос, эээ... личностного, личностной проблемы, это вопрос личностного конфликта, который нужно разбираться. Отдельно, отдельно. Вот. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.